На этот раз спор возник вокруг Дворца культуры и спорта в Селенгинске. По словам главы поселка, на реконструкцию здания они где-то получили более 5 миллионов рублей из бюджета района. Но в то же время следует отметить, что те инфраструктурные деньги, которые распределял в начале года Народный Курал, которые идут через Кабанский район, ни единого рубля через Кабанский район не получено. Однако отремонтировать служебные концертные помещения все же удалось. Все благодаря поддержке меценатов. Теперь приезжие местные артисты смогут в комфортных условиях репетировать и выступать. Сцена покрыта сценическим покрытием, линолеум универсальный, на нем можно даже фламенко танцевать. Руководство поселка смогло получить деньги и на ремонт облицовки здания. Эти деньги выделило Министерство культуры республики и депутаты. Они обещают, на следующий год денег будет еще больше. Если в этом году из федерального бюджета выделено 6 миллионов 300 тысяч, то в следующем более 17 миллионов рублей. Очень я рад, что он вообще преобразился. В 8 лет он стоял. И хорошо, что в этом году по нескольким программам выделили деньги. Но главным образом это, конечно, 7 миллионов рублей, которые пошли на ремонт. И Министерство культуры также пошло на встречу по нашему партийному проекту и выделило им 770 тысяч. Партийный проект «Местный дом культуры» продлится как минимум до 2019 года, что позволит сохранить культурное наследие и местные традиции, а также отремонтировать и модернизировать сельские и районные дома культуры. Елена Власова, Иван Подберезкин, Евгений Жанцуев, телекомпания АТВ.